Продолжение следует... На всех наших вебинарах мы занимаемся исключительно техническими деталями сантехники. Они займут минут 20-30. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения или пожелания, вы можете задать их в чате или задать нам вопрос напрямую в Facebook или Instagram. Сегодня я хотел бы познакомить тебя с этой темой. А правда, что это княжеское седло? Княжеское седло – полезный инструмент. Вы видите вот это, которое мы запустили на рынок в качестве альтернативы складчатым? Ножное седло имеет некоторые преимущества, такие как легкая сборка, небольшие затраты времени. Это непромокаемая одежда. Вот, видишь, что-то мелькнуло внизу. И это по большому счету тоже выглядит очень хорошо. Княжеское седло можно получить у нас через три поверхности. Бледный, сине-серый и сланцево-серый. Теперь я хотел бы немного сблизиться с тобой во всем этом. Я уже подготовил следующую ситуацию прямо сейчас, здесь на фронте. Вы сейчас видите вот эту же стянку с этим вырезом. Все это выглядит следующим образом в списке. Когда тебе это доставят, этот список вырезок будет прямо здесь. Я хотел бы показать тебе это сейчас, шаг за шагом. Вот почему я приготовил еще один лист бумаги, который мы сейчас вместе пройдем. Первым делом нам нужна мера. А точки сверху до линии расстановки в этом случае примерно 37,5. Я сейчас сниму их здесь, внизу, один раз, от верхней точки до задней. На верхнем сгибе и на нижнем сгибе одно и то же. Дальше нам нужно взять скат крыши. С кузницей. Давай снимем их здесь, на фронте. Затем мы переносим эти кузницы по нарисованной линии один раз на вершину верхнего пфальца, а затем снова на нижний пфальц. Маленький совет для последующей укладки. Если у вас когда-нибудь был более крутой уклон крыши, рекомендуется, чтобы вырез для бики Иван был нарисован прямо сейчас, с учетом того, какой уклон крыши вы собираетесь использовать. По той простой причине, что вы видите вот это. Я нарисовал это как-то здесь. После того, как фальц двойной опорой будет прикреплен здесь к стене, фальц двойной опорой будет аккуратно и аккуратно прикреплен к стене. Итак, следующее, что мы сейчас делаем, это используем БК один раз, чтобы сделать вырез. Самый простой способ, это если ты сейчас, перед тем, как вырезать наконечники стрел, просто немного приподнимешь плоскогубцы в том месте, где ты хочешь вырезать. И оставишь все это значительно легче. Вот как сейчас выглядят вырезки. Теперь нам еще нужно посмотреть на складку в той области, которую мы пробили здесь сзади. Я покажу тебе это один раз, и именно для этого я беру наклон, истинную длину один раз здесь. В данном случае около 27. Я один раз провожу их отсюда до этого места. И снова с обеих сторон верхний и нижний фальц. На этой линии я могу провести вертикальную линию один раз вверх. Это будет та область, где я потом сделаю вырез с помощью BK-1. За складку. Ты видишь вот этот вырез один раз. Да, это та область, которую я обозначил. Теперь я возьму BK-1 раз, и аккуратно вырежу область на верхнем и нижнем сгибах. Значит так оно и есть. Теперь мы можем перевернуть все это внутрь один раз. Я рекомендую вам немного опустить область вставки. Не превращая это в куклу, вместе вы не сдвинете гребень. Хватит об этом. Прежде чем мы отдадим это прямо сейчас, вот здесь, примерно в 20-25, слегка подрезаем косу. Тогда все будет проще после того, как ты перевернешься здесь, наверху, в водопаде. Значит, выглядит сахарным. Все аккуратно. Теперь все, что нам нужно сделать после этого, это обработать область передних кромок складок. При этом мы аккуратно и аккуратно накладываем плоскогубцы на нашу нарисованную линию на наклоне здесь, и один раз слегка загибаем складку вперед. На дне точно такой же. А дальше все выглядит так. Теперь мы зашли так далеко, что можем довести это до крайности. Да, иди за мной. Для следующего прохода я сейчас просто сделаю один сегмент немного выше. Около 15, что я и предполагал. Для водопада наверху кромка берега не так уж и велика. 90 градусов по краям. Тогда мы уже предусмотрели водопад. Мы можем вернуть сегмент обратно, а затем аккуратно установить его в том месте, где мы хотим установить состав, прежде чем вы начнете прямо сейчас. Из-за жесткости карманов сейчас произойдет следующее. Если бы я надел прямо сейчас, вот здесь в 15 один край протиснулся бы. Я рекомендую тебе для этого просто положить сзади кусок железной линейки или кусок листового металла. Тогда у тебя будет большая жесткость, и тогда область автоматически закроется без отпечатка на спине. Я могу показать тебе это один раз. Видишь, здесь нет отпечатка. Все в порядке. Сейчас мы снова сядем за стол, и теперь нам нужно как можно скорее убрать эти два мешка обратно. Для этого мы берем щипцы для выжимания складок и кладем все это аккуратно и аккуратно один раз сюда. Здесь то же самое, и теперь мы уже можем приступить к сборке крыши. Для этого мне нужно на минутку немного прибраться, и я слегка подтягиваюсь, чтобы сделать все это по-дружески. Сейчас будет прикреплен к этому участку в заключении. Когда мы дойдем до того, что все это будет аккуратно уложено, в верхней части и здесь, наверху, мы тоже сможем сделать следующее. Я тоже рекомендую вам это сделать. Если у тебя на крыше будет лист металла большей длины, то при более крутом уклоне крыши рекомендуется использовать так называемую защиту от скольжения. Для этого мы слегка надрезаем примерно 75% нижней складки, а затем, так сказать, у нас уже есть защита от скольжения. И листовой металл больше не может соскользнуть с него. Значит, следующее, что мы делаем сейчас, это берем доводчик с угловым креплением и аккуратно закрываем паз. Обрати на это внимание. Следи за тем, чтобы в этой области и в этой области здесь, наверху, снова проверяли с помощью плоскогубцев, потому что доводчики всегда не доходят до конца сзади. Да так, пока все в порядке. Теперь мы можем запереть дверь наверху. Для этого мы немного пройдемся здесь. Слегка наденьте вот здесь, спереди. Мы можем еще раз немного поупражняться со складными щипцами. Закройся начисто. Это уже хорошо, да? И небольшая рекомендация для вас, прежде чем мы закроем двойную складку. Я бы, в принципе, поставил те, что спереди на них, а сзади слегка надавил на фальц. Тогда, может быть, тебе лучше закрыть дело с помощью двухстворчатого доводчика. Для этого я немного разглаживаю складки. Теперь мы берем двойной доводчик, один раз аккуратно надеваем его, один раз аккуратно закрываем. И последнее, но не менее важное. Нам нужно сейчас в этом месте, здесь наверху, снова поставить предварительно скошенный водопад вертикально, спустить речной лист сверху вниз. Две-три работы, это не так уж и много. Теперь слегка открой край, чтобы мы могли аккуратно сдвинуть княжеское седло. Маленький совет. Если ты сдвинешь княжеское седло вниз к фальцу, то услышишь щелчок. Вы у цели. Значит, это был щелчок такой. Следующее, что нам нужно сделать сейчас, это поставить водопад в правильное положение. И опять две-три работы в чистоте и порядке. Напоследок, я хотел бы продемонстрировать тебе кое-что, как бы все это выглядело немного. С такой ситуацией сейчас, если бы можно было перебраться через стену. Вы видите, все это выглядит очень красиво в линиях, очень чисто, очень аккуратно. То есть, как я уже говорил в начале, тоже шикарная вещь. Этот выпускной, да, последняя, но не менее важная. Я бы очень хотел пригласить тебя на следующую передачу, конечно тоже. Это состоится в 16.06, и у нас там будет следующая тема. Мы расскажем о случившемся в хребте и у князя, о советах и хитростях, обо всех вырезках. Как раз там, где всегда происходят все эти утечки. Это то, о чем мы хотели бы немного рассказать тебе в этой передаче. Так что в этом смысле я бы сказал, мне больше ничего не остается сказать, кроме как до свидания и до следующего раза. И я надеюсь увидеть вас всех снова. До встречи.